Выездное заседание Леонид Заяц начинает с приятного. Губернатор констатирует. В 2020-м аграрии региона в целом сработали на оценку хорошо. Плюсы по всем экономическим показателям. Хоть чего греха таить, год был тяжелым. Но это дела минувших дней. Так уже подытоживает глава области первую часть разговора. Теперь о делах насущных. Задача у специалистов одна – наращивание показателей. В частности, большое внимание во время встречи уделяют животноводству. За первые месяцы 2021-го рост молока и мяса в среднем составил 10-15%. Но и проблем хватает. После двухчасового разговора прямиком на молочно-товарный комплекс «СПК-Гигант». Кооператив выбран в качестве обучающей площадки. Человек ведь учится всю жизнь. Вот и специалистам, руководителям сельхозорганизации райсполкомов, инженерам, зоотехникам объясняют, каким образом можно увеличить производительность. Например, в «Гиганте», соответствующие названию показатели, 1180 килограммов молока надоели фермеры «СПК» за 4 месяца 2021-го. У нас сегодня есть процент роста в месяц апреля. У нас получено 69% в уровне прошлого года. Значит, увеличиваем сохранность. Значит, достигаем до 93%, хотя это еще не технологично. Еще остается дотянуть до 2%. Поэтому, я же говорю, желание коллектива определяет наши возможности и определяет все цифры и задачи, соответственно, мы поставили и достигаем их ежемесячно, по декадам, по дням. Так вот и видим за счет этого будущее. Если в целом говорить о животноводческой отрасли Бобруйского района, то областным коллегам есть чему поучиться в наших аграриев. В 2020-м рост валового производства молока – 118%. Реализация товаров – 120, выращивание крупнорогатого скота – 108% пунктов. Между тем, задачи на ближайший год тоже грандиозные. «Как минимум мы должны получить на 2021 год 5 тонн коров урожного удоя. Значит, среднесуточные привесы технологические 700 грамм. Мы имеем сегодня близко к 600 уже. Поэтому для этого надо базу кормовую. Это следующая тема, о которой мы будем обсуждать и учиться. То есть создать хорошую кормовую базу. В Бобруйском районе здесь еще есть на чем работать». На выездном совещании не обходят стороной тему готовности техники к полевым работам. И здесь нужно дать должное Бобруйск-Агромашу. Косилочные и сенажные комплексы, сейлки, разбрасыватели, удобрения, прицепы. Без машин известного холдинга аграрии не представляют свою работу. «Те же самые прицепы специальные 45 кубов, 30 кубов, 60 кубов только мы выпускаем. И они сегодня, в принципе, обеспечивают функционирование вот этих линий». Такое пристальное внимание руководства области и сельскому хозяйству легко объясняется. Сфера весьма прибыльная, одна из важнейших отраслей экономики. Главное – правильно пользоваться возможностями и любить свое дело. Тогда и успех будет. Максим Кемель, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.